приветствую вас ну что цирк уехал клоуны остались вы помните что год назад рассказывали разные эксперты политики депутаты министр забыли кашмаз короткая память вы спрашиваете зачем быть спонсором моего youtube канала прежде всего чтобы смотреть интересные познавательные эксклюзивные видео только для спонсоров чтобы ваши комментарии были сюда в тренде и ваши вопросы которые вы задаете и они чаще всего очень такие запутанные карты будут всегда получать ответ так что вставайте спонсором моего youtube канала не пожалеете год назад каждый день под капан ляшко не не тот который с вылома тут который сейчас пропал на мертво все сдулься а раньше каждый день все умрут все умрут все умрут педель педель вакцин вакцин что я тогда говорил клоуны клоуна а что вы говорили а вполне забавный случай обычно так что причем на начали из ой что-то такого политического опять же там кто чего кто с депутатом был там депутат от порошенко а ну тоже что вся там критикали зимний период поток из зимы и начали с этого ты пошел провальный так дальше а потом черт нас занес в эту клоунаду вот я ему в лицо говорю клоуны чертовы вы же понимаете что это клоунада бред и он так обиделся говорить как можно причем понимаете как говорит как в этом разбираетесь а вы депутат чего-нибудь разбираетесь клоунаду устроили убили экономику уракнули вот это да вот это вы вот это ваша клоунада с эпидемией бред будьте смеяться но сейчас даже на сайте министерства здравоохранения украины печатает количество заболевших хотите поржать не поржать ну согласно их не статистике количество инфицированных то есть ну который заболевает там же по дням если в общем сейчас в два раза больше чем год назад два раза количество смертей в 6 раз меньше количество который в больницах 12 раз меньше мы не поняли может клоунаду не надо было устраивать вы понимаете как ситуация понимаешь что только дленивый не заработал на этой клоуна сколько денег разборовались бюджета около бюджета господи милости а сколько глупости было сказано мама мия и то и другое причем берешь показываешь реальные факты смотрите ребята в лицо вам показываешь что называется с размаху и табряткой вам ребята неужели вы настолько тупые что вы не понимаете что вас как лохов имели как лохов действительно причем обалдеть причем понимаете в чем ситуация вот сейчас вы можете действительно сравнить сказать обманули да 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 ну лохов не сложно обманывать лохи любят чтобы их обманывать вообще по большому счету там один такой эксперт правда по психиатрии сказал что вот самовнушение но более опасно чем да да соответственно по этой причине я так понимаю какая-то часть болевших они сами себя болели этим болевшим вообще по большому счету почему сейчас от количества офицеров выросло похолодало вообще если случайно ну самое интересное то что в архивах сайта администрации здравоохранения такие данные есть если посмотрите то вы узнаете что есть обычно закономерность начинается холода количество заболевших ну тогда это не писали это самое писали ОРЗ и так дальше растет причем растет 10 разы не так а в разы там действительно ну были годы чтобы правильно поняли а вот холода начинается количество заболевших вырастает больше чем 10 раз нормально абсолютно нормально и гриппом болеет да нормально ну понятное дело что потом немножко организм адаптируется и вот самое интересное что когда уже морозы то количество болевших снижается да действительно ну конечно летом очень мало болеет это изгодов вот это нормальный даже насчет смертности ну да есть между прочим тоже все шесть ничего там сверхсложности нет больше всего в мирное время в Украине умирает от сердечно-сосудистых заболеваний ну вообще ну больше половины умерших почему сердце сердце очень много онкологии к сожалению да у нас довольно большой процент что есть есть конечно отравление ну вообще что правильно немножко поняли я же показатели гибель там ДТП отравление тоже такой хорошенький показатель во всяком случае он больше чем вот этих клоунады умер так что здесь такая себя ну сейчас вы сами понимаете не печатают полную смертность в связи с ну войной а мирное время такое но смертность мирную как бы да указывает ну вот болеет сейчас и не умирает правда странно да не странно доплаты были ребята неужели вы не поняли в чем клоунад когда пацам сказали что вы будете получать доплаты пацаны тупо начали вписывать да ничего лично обычный грабеж господи причем вписывали до просто аж 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 а по статистике знаете что просто забавно значит резко уменьшилось заболевших ну вот которые умирали от туберкулеза выздоровление попер даже уменьшиваются те которые у меня сердечно-сосудистых как то есть но зато там выросли а вы обратите внимание что эксперты которые not до всех этих событий там сначала там майдан комментировали политик там комментировали типа экономику кризис тогда же после этого начали комментировать коронавирус коронавирус сейчас комментирует вариант опалдеть да это есть так что обращаю ваше внимание у нас масочного режима нет хотя вот этот клоун наш постоянно призывает надо вернуться к маскому режиму клоуну шо 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 не вакцинирование фактически полностью остановлено ну там есть пару клоунов который вакцинируется но опять же заявляли что привезли новую партию люди вакцинируются люди послали кое-куда и в тот же самый момент и болеют горы по мне болеют и смертности нет и проблем нет и воздуха хватает правда интересно поймите раз навсегда обмануть лохов не сложно лохи хотят быть обмануты поэтому причине их обмануты ну а когда ты пытаясь объяснить правду показать реальную ситуацию лохи обижаются они очень они очень обидчивые очень обидчивые а вот сейчас когда им говоришь ребята так вас же просто как за клоуну чудику поймели еще больше обижаются нет нас не поймели мы и сами глупые да беда до страны но находка для политиков ну вы же понимаете как шикарно управлять толпой которая глупая бессмысленно верит любые сказки любые бредни которых можно просто развести на ровном месте и заработать на толпе но я надеюсь что после всех этих событий тем более после нашей победы уже нас так не разведешь не нас уже украинцев плохими не будем а вот те кто лохи это это не с нами с нами уже только умные люди которые будут четко знать и понимать где политики в руки где правда где обманывают где разводят о так что до нашей перемоги а вот эти лохи все ну пускай даже ноют что им плохо так это конечно это и и и и и и и и